Приписная кампания была, есть и будет. Вне зависимости от того, отменят срочную службу в армии или нет, об этом заявляют запорожские военные. По их словам, эта процедура обязательна для всех юношей. Страна должна знать количество и качество потенциальных защитников Родины. Накануне свидетельство призывника вручали в Коммунарском военкомате. Глеб Сергеевич, разрешите вас поздравить с прохождением приписки в Коммунарском районе. Намерен служить или нет, разницы никакой. Получить приписное удостоверение обязан каждый. В этом году в области процедуру предстоит пройти более 8,5 тысячам юношей, которым исполняется 17 лет. Очень важное для нас это определить, во-первых, степень годности призывника по состоянию здоровья, определить, судим он или не судим, определить, если это необходимо, его дальнейшее лечение в медицинских учреждениях Запорожской области, определить, если он слабо владеет украинским языком, как повысить его знания. Чего владеет и вредное могло? Не особо. Процедура не сложна. В первую очередь ему необходимо сдать соответствующие документы, указанные в руководящих наших документах. Вторым этапом прохождение медицинской комиссии, прохождение тестов психологического осмотра до призывника. Главное пройти медицинскую комиссию, ведь служить хотят многие, а здоровье позволяет не всем. Думаю, что в нынешнее время без военного билета нельзя поступить на важные специальности, как в милицию, в милицию, в юридические услуги. Очень надо в наше время. Больше патологии встречается теперь, чем раньше. Вот я уже более 15 лет работаю, но раньше было больше все-таки здоровых, чем больных. Ну, я не скажу, что многое раньше косило. Я военкомом в течение пяти лет вот служу, прохожу службу. Ну, допустим, небольшое количество людей, как вы говорите, косите, уклоняется от воинской службы, у нас называется. Это небольшое количество людей. Призыва может и не быть, но приписка будет всегда. По словам военных, вне зависимости от того, отменят срочную воинскую службу или нет, вызывать и проверять юноши, намеренные впредь. На учете должны быть все. За неявку в военкомат предусмотрен штраф 119 гривен. Даже если не будет призыва на срочную воинную службу, приписка останется обязательным мероприятием с тем, что мы должны определиться, призывник годен или негоден к воинской службе. И как он в дальнейшем будет выполнять свою воинскую обязанность в запасе. Приписная кампания в этом году продлится до конца марта, а старт призыва запланирован на апрель. Весной область должна отправить в армию 700 новобранцев.